Теперь в посёлке Сухобезводное дом культуры не только по названию, но и по виду. Всё аккуратно, по делу и даже с некоторыми дизайнерскими изысками. Вот, например, потолок в малом зрительном зале. Кроме того, отремонтированы крыши, фасад и крыльцо. Поменяли и витражные окна. На реконструкцию ушло 4 миллиона рублей. Понятно, в новой обстановке приобщаться к искусству жителям будет куда приятнее. Это крупный посёлок, здесь 4000 жителей проживает. Мы видели, какая здесь красота сделана. Мы и дальше будем продолжать работу. Вот там на втором этаже будем ещё приводить в порядок и танцевальный зал, и спортивный зал. В этом году также преобразится дом культуры в деревне Малое Зиновьево. Средства на ремонт уже выделили. Заключён договор с подрядчиком. В этом году планируется привести в порядок комнату для кружков, пол, костюмерную и санитарные помещения. Обещают отремонтировать и крышу. Все очень ждут ремонта, и мы очень счастливы, что у нас будет новый дом культуры. Это район с хорошими очень традициями в осуществлении и партийных проектов, и в осуществлении национальных проектов. Здесь что не учреждение, то проявление красоты и добросовестного исполнения своих обязанностей административных, я имею в виду власть, и выполнения долга перед людьми, если так можно сказать. Ремонт и реконструкция идут по нацпроекту «Культура» и проекту «Единая Россия. Культура Малой Родины». В его рамках в этом году поддержку должны получить больше сотни региональных учреждений. Татьяна Перевозчикова, Время новостей.